Что происходит, когда заменяешь нолики на единицы, а единицы на нолики? Давайте я напишу какой-нибудь случайный набор нулей и единиц. Я написал набор, произвольный набор, смотрите. Сейчас я делаю следующую штуку. Я под ним пишу любой картинку. Ноль, один, ноль, ноль, один, один, ноль, ноль, ноль. Отлично. А вот сейчас, господа, я делаю простую вещь. Я перевожу это и это число. Это один плюс два. Так, сколько выпускаю, 8, сколько выпускаю. 16, 32, 64 выпускаю, 128 пишу. А внизу я пишу. Значит, единиц нет, двоих нет, тверка есть, восьмерка есть, 16 выпускаю, 32 выпускаю, 64 пишу. Ну, давайте посмотрим, что это такое. Это 3, 19, 19 и 32 это 51, 51 и 128 это 179. Ну, а здесь еще верно. 12 и 64 это сколько? 76. А теперь смотрите, 179 плюс 76 это 15, единичка переносится, это 255. То есть 256 минус 1. Почему это так? А по очень простой причине. Я не обязан был переводить все в десятичную систему и складывание. Я мог сложить сразу. В чем идея инвертированного? В чем идея, что 1 плюс 0 в каждой позиции? Что сумма из всех единичек. А сумма из всех единичек, это в точности то же самое, что единица с 8 нулями минус 1. То есть 256, это на самом деле идея всей конструкции, которую я вам сегодня объясняю про эти двоечные числа. Итак, если написан первое произвольный набор из 8 нулей и единиц, под ним написан дополнительный набор. То есть там, где нолик написано единица, там, где единица написано единица, то их сумма это просто подряд 8 единичек. То есть это 256 минус 1. По-другому это еще так пишется. Вот этот набор из единичек, это на самом деле то же самое, что 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 и 128. Можете проверить. У меня здесь каждая из тех двойки была либо в рюкл, либо в рюкл ровно один раз. А это действительно 255. Так вот, в чем идея? Когда вы берете любое число и под ним пишете там, где единица 0, там, где 0, 1, то вы на самом деле делаете такую операцию. Вы число n заменяете на число 255 минус n. А когда вы еще прибавляете единицу, то вы на самом деле заменяете его на число 256 минус n. По модуле 256 минус n. Давайте разбираться. Собственно говоря, ну и что? Ну и что, константы, да? Ну, написал я такую операцию. А вот что. Если у меня есть два маленьких положительных числа, то ситуация очень простая. Впереди нули. Все замечательно. Впереди нули. Они складываются как двоичные числа. И, соответственно, когда я их складываю, то я получаю ответ n плюс m. Все окружу. А вот теперь смотрите, что происходит, когда я вычитаю. Ну, например, из числа n, которое больше, чем m, я вычитаю число m. Я их как делал? Я записывал m в такой хитрой записи. То есть я на самом деле вместо числа n писал, ну не равно, а соответственно. Я вместо вот этого числа, смотрите, как делал, писал 256 минус m. И вот это число у меня уже было каким? Уже было положительно, правильно? Потому что у меня m не очень большой. 256 минус m это уже записывается. Ну, замечательно. У меня n больше m. Соответственно, это есть 256, смотрите, плюс n минус m. Мы договорились, что это не правильное число, а 256 уходит. Помните, я говорил, вот это место. Помните? 256 это единица с 8 ноликами. Это число уходит сюда, и мы его не считаем. И получается, что когда вы берете и вычитаете n из n, m, то вы на самом деле делаете так. Вы к n прибавляете 256 минус m. И, соответственно, 256 уходит и остается n минус. Отлично. Следующая запись. Что бывает, если вы делаете так. Если вы имеете дело с разностью n минус m, где у вас наоборот n меньше, чем n. Что будет тогда? А тогда вы опять m записываете как 256 минус m. Вот. Но, секунду, это же 256 минус m минус n. А это и есть наш стандартный способ записи для разности. То есть, когда вы вычитаете из маленького числа большое, то вы получаете отрицательный результат, записанный в нашем стандартный адресе. Ну и, соответственно, можете его переписать и прочитать так. Замечательно. Ну и последний случай. Когда вы имеете дело с разностью вот такой, минус n и минус m, m и n – правильные числа. Ну как? Мы записываем вместо минус n 256 минус n. Вместо минус m мы записываем 256 минус n. И эти числа складываем. Давайте посмотрим, что это такое в таком случае. Это 256 плюс 256 минус n минус m. Ребята, вот это 256 полосок. Ну, личный вид, который мы не считаем, девятый, да? Налево, точнее. Уйдет налево, и мы его уберем. А останется стандартная запись для научного. Я боюсь, что сейчас большинство чуть-чуть поняли. Ну, во-первых, фраза поедет. Во-вторых, надо просто немножко еще посмотреть на примерах. И главное, немножко еще попривыкать к дворечной системе. Пока не обязательно над этим долго думать. Просто рано или поздно вы встретитесь с другими задачами про дворечную систему счисления. Постепенно привыкнете. И тогда и поймете. То есть, запомнить надо следующее. Оказывается, можно так забавно записывать отрицательные числа. А именно, если вы тратите на запись числа, там, некоторое количество битиков, то надо просто вместо числа n, когда вы хотите, чтобы было оно с минусом, надо записывать число 2 в степени количества битиков минус n. То есть, дополнять до степени 2. Эта запись получается совсем несложна. Достаточно просто все битики нашего числа проинвертировать и еще прибавить единичку.